Ас-салам алейкум, рахматуллахи, добро пожаловать на наш четвертый урок. И сегодня мы с вами будем рассматривать довольно-таки интересную тему. Мы будем изучать работу со сканером в Java. Это ввод и вывод данных. Очень интересная тема. У нас есть несколько методов. Итак, такой метод, как nextInt. И сейчас вы увидите, как с ним работать. Сейчас мы его запишем. Метод nextInt. Тоже запоминайте, потому что это очень, во-первых, интересно. Во-вторых, будем часто использовать иншалам. Итак, переходим в нашу программу. Итак, начинаем вводить в нашу точку, в точке доступа программку System Outprintln. Для начала мы запросим, чтобы нам ввели какое-нибудь число. Итак, для того, чтобы вывелось сообщение под тип того, что... Ну, давайте вводите какое-то число. Мы вводим вот это System Outprintln и сюда обычный текст в двойных кавычках. Введите любое целое число от единицы до десяти. Пробел поставим. Итак, теперь будем использовать наш сканер, о чем я и говорила. сканер, 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 сканер и наш метод System In. Итак, он у нас подчеркивает красный. Давайте посмотрим, что он хочет. А он хочет, чтобы мы импортировали библиотеку для работы со сканером. Импортируем. System, а не System. System. Вот, все, он заработал. Давайте сохраним. Смотрим дальше. После того, как мы ввели и прочитали нашим сканером то число, то переменную мы должны присвоить ей тип. У нас так как целое число нуля, нет, нуля, от единицы до десяти. Вот, мы присваиваем ей int и название number. Так, используем нашу переменную, сканер, которая с помощью сканера считалась. Scan. Next. Вот. Это то, о чем мы говорили с вами, с помощью этого метода. Итак, теперь, что мы делаем? Опять мы вводим в нашу System of Print.lm. System of Print.lm. И выведем такое интересное. Вывели... 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 Число. Пробел. Вывели... Выходим с этих двойных кавычков. И... Number. Ай... Русский. Number. Итак, оно должно работать. Теперь, смотрите, внимательно запускаем нашу программу. Смотрите. Вот здесь, в консоли, он сначала вывел нам предложение. Введите любое целое число. Вот сюда. Допустим, 6. Видите? Он зелененьким подчеркнул. Теперь обязательно ставлю Enter. И он выводит. Вы ввели число 6. Все правильно. Таким образом, нашим методом NextInf мы смогли считать нашу предложение. Наши числа, что мы ввели. Обязательно для работы с этим нужно подключать целую библиотеку. Вот она. Import Java Util Scanner с большой буквы. Иначе он просто не поймет, что мы хотим. Как вы должны были уже понять, что, когда мы подключаем эту библиотеку, это целый класс, который прописан изначально самими создателями языка, программистами, ну и волонтерами, скорее всего. Также мы сами можем прописывать такие классы, как оно должно работать. Пока не будем углубляться внутрь, как оно может работать, как оно пишется. Со временем все, иншалав, знаем. Итак, вес этого класса. Это целый класс сканер. Наша программка FirstClass не поймет, что нужно этим делать. У нас есть метод NextInt, с помощью которого мы сейчас читали и присвоили этому новому нашему гандер считанное число и передали его вывод на печать в консоль. Вот что сейчас произошло. Есть еще один метод. Метод. Такой же NextInt. Давайте сделаем такой пример. Такой вариант, скажем так. Мы этот сканер, давайте, сейчас мы можем подчеркивать, естественно, не знаем, что это такое. Ведем сюда. Сканер. 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 Введите теперь два любых целых числа. Введите до любых целых числа. Next. Сейчас вы увидите, как он красиво будет смотреться. Итак. Number 1. Здесь номер 2. И номер 2. То есть у нас теперь будет два переменных. Два числа, две переменных. Next. Точка с запятой. И выводим на печать. Выведем, например, сложим их. Можно сразу с этими переменными что-то производить. Control-S. Запускаем. Допустим, 5 и 3. 8. Как видите, наш результат. Вот здесь. Сначала я ввела первое, второе. А это результат. Все просто. просто есть метод next. 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 Итак. Тоже сделаем небольшой пример. Итак. Введите любое слово или фразу. Вводим. Теперь мы должны присвоить тому, что мы ввели какую-то переменную. Так как это уже слово или фраза, это значит стринговая переменная. Важно это не путать. Если мы введем int, то он подчеркнет, что красное, типа я вас не понял, что вы хотите. Поэтому стринг, стринг, фраза, фраза, это просто название переменной, оно может быть любой. И next. Next. Стринговая. Вот теперь мы можем вывести на печать. С помощью нашего system.out.println. Так. Что мы выводим? Правильно. Ха-ха. Сейчас. Вот. Ctrl-S. Давайте. Поведите любое слово или фразу. Help. И роматея. Help. И вот вам выводит, что мы ввели help. Можно даже вот, чтобы вам было понятнее. Ввели сюда плюсик. Пробел. Ctrl-S. Пробел для красоты. Ставим. Запускаем. Английский. Вывели help. Просто считал эту фразу. И вывел ее на печать. Есть еще у нас кое-что интересное. Это метод next double. Метод next double. Next double. Он уже работает с даропными числами. Итак. Оставляем наш сканер. Выводим. Введите любое слово или фразу. Но только мы выведем. Введите. Любое дробное число. Дробное число. После этого мы поменяем уже не стринг, а дабл. Дабл. Оставим D. Что-то типа дабл. Scan next, так как у нас уже теперь дабл, мы должны сюда вписать. Next double. Видите, сразу нам подсказку дает. Самая первая. Next double. Public double. Next double. Scan the next token of the input as double. Да? Вам это как раз таки и нужно. И теперь вывели D. Ctrl S. Давайте запустим. Видите, любое дробное число. Ой. Надо точку. Не точку, запятую. Вывели. Тут опять же, смотрите, вот эта вот точка, запятая. Ну, к этому тоже надо привыкнуть. В свое время это будет. Когда ставим точки, когда запятые. Давайте еще пару минут я вас задержу. Определимся, что такое вообще константы. Это вот такое кратенькое, но очень важное. А константы – это фиксированное число. Константа – это фиксированное число. Давайте я вам здесь тоже это напишу. Понимаете, когда вы это запомните, вам будет уже легко. Константа – фиксированное число. Чтобы сделать константу фиксированной, используется ключевое слово final. Тоже можете очень часто встретить такие вещи. Сами константы мы уже пишем с большой буквы, чтобы отличить их от обычных. И сделаем небольшой маленький пример. Тоже запомните, важно и очень интересно. Итак, мы введем несколько наших перемен. Это мы удаляем. Сканер тоже можно удалить. Мы с вами знакомимся с тем, что же такое константы. Итак, мы создаем фиксированную константу, которая ни в коем случае не может меняться. А какая у нас неменяемая константа? Это число π. К примеру. Итак, чтобы ее сделать фиксированной, вводим ключевое слово final. И так как у нас число π, а это дробное число, после первого числа идет запятая и долго после запятой чисел. Итак, переменная дробная, поэтому да. Дробная константы пишем с большой буквы. То есть число π. Вот с большой буквы. Теперь даем ей значение. А у нас число π это 3,14,15,92,65,36 и так далее. Она большая, такое большое число. Тут, похоже, уже надо точку вводить. Правильно. Опять же, это мы еще разберемся. Запомним, когда что ставить. Итак, теперь должны же мы как-то поработать с этим числом. Что мы с ним можем сделать? Мы можем выработать периметр круга при радиусе 10 сантиметров и радиус 25 сантиметров. К примеру, такая вот наша маленькая задачка. Итак, 10 и 25 – два различных значения. Поэтому каждому из них присваиваем новую переменку. Итак, то же самое. Она у нас будет double. Double. Радиус, круга, число π, формула. Короче, вот. Наделал. Поверьте, все эти формулы можно найти в интернете и посчитать без проблем, запоминать или знать математику. Для обычного программирования не нужно. Конечно же, если вы будете программировать там Боинги, беспилотные аппараты, конечно, космические аппараты, вам математика будет не просто нужна, а необходима. И чуть ли не на докторском уровне, это математика. Ну, а там с вами достаточно формулы подглядеть в интернете и просто заляпать сюда. Да-да, знаю, что сейчас многие профессиональные программисты, отучившиеся в университетах много-много лет, скажут небольшой эфир и, возможно, даже поставят дизлайк. Есть такие, ставят дизлайки. Но для нас с вами достаточно простой, несложной математики. А если чего-то не знаем, всегда можно подглядеть в интернете. И все. Как видите, из этой формулы мы радиус 10 умножили на 10, а еще у нас есть радиус 25. Значит, умноженное на 25. А это, значит, вторая переменная. Дабл. 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 Тоже радиус. Умножаем на наши пи. И умножаем на 25. Итак, теперь мы выведем на печать, что же у нас получилось. Давайте на русском языке. Периметр круга или радиуса. Периметр круга или радиуса. Радиуса при 10 сантиметрах равен пробел. А то он слипшийся все будет. Выводим наше первое значение. Выводим на 1. Ой, не 2, а 1. Потом ставим плюс. Опять пробел не забываем. Запятая. А при радиусе 25 сантиметрах равен пробел. Сюда ставим плюс. Плэнкла. Ctrl-S. Давайте мы вот так сделаем, чтобы вам было видно. Вот. Так скажем, разорвем, но это, по сути, никак не повлияет на наш результат. Все равно будет работать. Вот. И давайте запустим. Какой же у нас будет результат? Красивый периметр круга при радиусе 10 сантиметров равен вот столько-то. А при радиусе таком-то равен вот столько-то. Вот. Это мы с вами познакомились с фиксированной константой, которую мы использовали ключевое слово файл. Фиксированная константа, которая не может изменяться. Ни в каких случаях, никогда. И, возможно, при программировании у вас будет такое. И задачи будут встречаться. И когда вы увидите, что вашу переменную назвали файнал, а потом идет тип перемены, и название перемена, вы должны понимать, что это фиксированная перемена, и ни в каких случаях она меняться не может. Итак, мы с вами рассмотрели методы работы со сканером в Java. Это вот и вывод. И последняя коротенькая темка – это был константы. А на сегодня у нас все. Ас-саляму алейкум ахматулахи у баракату. Увидимся, иншалам, в следующий раз. Ас-саляму алейкум ахматулахи у бараката.